Как раз накануне в Кёльне были совершены два нападения на мигрантов. Среди пострадавших выходцы из Пакистана и Сирии. Ну вот, хотелось бы поговорить все-таки о работе журналистов и работе авторов данного сюжета. Ваше мнение? Вы знаете, вот у меня возник вопрос, она говорит, что бросали, забрасывали полицию бутылками и петардами, немецкая пегида. Но вот я нигде не видела этого кадра, если честно. Нигде вы не видели этого кадра и более того, три сюжета, которые мы посмотрели до этого? Этих кадров нет? Да, этих кадров нет. Пьяных показали. Он не пьяный, он побитый был, может быть, и побитый. Пьяный, побитый, как угодно. Вот именно то, что было на площади, когда делали мигранты, когда они хватали, бросали пята, это все кадры есть. А вот где ведут себя неподобным образом немцы, я их не видела, этих кадров. То есть мне показали, вот она немного неполнота. Конечно, покажите эти кадры. Хотя я видела, в Ютубе можно было вытащить, и Дольче Вейли могла это вытащить, разбитые витрины. Вот когда прошла пегида, когда их начали разгонять, люди начали разбегаться и бить по ходу витрины. Это было. Вот это нужно было показать просто и все. И это было бы логично. То есть все-таки вот он небольшой огнех. Да, вот здесь вот в Дольче Вейли есть момент. Для немецкого сюжета после того, что было. Да, они должны были это найти, конечно. Они должны давать более полно, потому что это их страна. Но может быть это потому, что это Дольче Вейли на русском языке, это люди, которые приехали туда работать по найму. Может быть их такие нюансы не совсем волнуют. А редакторы просто прозевали или не обратили на это дело внимания. Но действительно, такие вещи... Надо как-то подкреплять. Если уже ты говоришь, что гроздья гнева зреют везде, то нужно хотя бы означать, где они, эти гроздья гнева. Потому что проинформирован, значит вооружен. И это касается не только простых граждан, но и полиции, и политиков, и чиновников. А в общем? В общем, очень хороший, добротный сюжет. Вот он на русском языке. Вот если не получается свое, то договаривайтесь, получайте его по обмену. Хотя, конечно, я повторяю, он... Это немецкий сюжет. Вы заметили, что показали даже то, что не показали ни один из каналов. Когда Хайко Масс этот, он говорит, что все равно, несмотря на то, что иммигранты ведут себя как скоты, мы не должны им отвечать тем же. Потому что они понимают, это их страна. Если они начнут отвечать, это гражданский конфликт, это драки, это вооруженная борьба. И еще вот тот, что они написали, да, было все весело, было замечательно. Вот это вот просто 12 баллов за вот это вот вкрапление показало, насколько пресса сейчас в Германии не показывает, способна не показывать, вернее как, государство, насколько государственная машина способна врать людям. То есть они не чураются того, что могут... На государственном канале показали конкретно, просто в лужу, да, опустили всю государственную машину. Но зато они показали и русским, и украинцам, и кому угодно, как нужно действовать, если человек заврался, заврался и был улечен во лжи. Его немедленно, несмотря на то, что он такой красивый, выгнали в отставку в течение недели, получается, да, когда разобрались ситуации. И вот что, знаете, еще интересно, вот что этот сюжет показал? Это пример супер. Да, что немцы, немецкое государство запугано вот этим постоянным разговором о том, что у них был Гитлер, они нацисты, понимаете, что они уже когда должны отвечать на унижение немецкого народа, именно нации, да, потому что была унижена нация, ни одной черной женщины не было изнасилована. Конкретно мигранты мстили, да, немцам за то, что вот, за что они мстили, я не знаю, наверное, за то, чтобы была какая-то колониальная политика. Ну, не сказали, никто из сюжетов не связал с событиями на площадях, с изнасилованием, с поведением мигрантов, не сказал то, что в это же время, как бы случайно, не случайно, получился своеобразный социологический вопрос. В Германии впервые разрешили напечатать и продавать «Майн камф» Адольфа Гитлера. И в несколько сот тысяч первый тираж был раскуплен по предоплате. Он даже не попал в... Сигнальные книги просто были и все. Показали, что все остальное было раскуплено. А «Майн камф» это не та книга, которую нужно читать, если ты говоришь о расовой справедливости, о человеколюбии. Ну, не согласна. Почему? Там 130, 1350 комментариев. Эта книга вышла с подробнейшими... Я, например, считаю, что в Украине нужно книгу «Майн камф» напечатать, такую, как она вышла в Германии, с вот такими же комментариями. Ну, видите, ни один из телеканалов... И те, кто хочет знать историю... Но мне кажется, что тяга до этого, она была запрещена и вообще... Нет, она не была... Про прав не было. Владело министерство Германии, которое права закончилось только в этом году. И поэтому 1 января эта книга... У меня просто очень большое подразделение в Германии работает наше, да? И они все мне рассказывают из первого пола. Понятно, но я как специалист по Германии и по немецкому конкретно фашизму, это сильнейший сигнал, это барометр социологический о том, что защитная реакция немцев может вылиться в абсолютно непредсказуемый и абсолютно страшный... Повторение Гитлера, то есть... Повторение Гитлера. Но мы о журналистах. Нацизм, да, нацизм как ответ на, скажем так, неблагородное или наглое поведение унтерменча. Но то, что об этом не сказали журналисты, то что они не привязали, но хотя бы... Но я бы, например, обязательно привязала, потому что это очень важно. Но вдруг, а вдруг из-за этого... Нет, я думаю, что они еще привяжут, может мы и бежим впереди... Но почему впереди, если это сюжеты уже 8-го, 9-го, я так понимаю, января, а книга вышла 1-го. И как раз события произошли в ночь с 31-го на 1-е. Ну, еще раз говорю, ну вот это вот, это я заметил, вот и Виктория заметила, для меня это очень важно, потому что, я еще раз говорю, любые межрасовые столкновения вызывают, вызывают к жизни, структурируют именно национализм в самом худшем его проявлении. Агрессивно, агрессивно, переводящему в нацизм. Но чтобы этого не было, нужно говорить только правду всегда. И тогда будет конкретно и понятно, кто и где виноват. И не будет важно, откуда ты... А если это правда, вообще, в наших телеканалах, в телеканалах, которые мы смотрим. Но если вы хотите, мой рейтинг, например, и как бы я поставила какие-то оценки, вот то, что мы увидели... Давайте по оценкам, если это возможно. Первый я бы отдала журналисту из российского канала, который работал в толпе и абсолютно объективно, по всем-всем критериям выдержал сюжет. Второй бы я отдала Deutsche Welle. Да, точно так же, вы говорите там, сюжет на русском языке, но если вы заметили, девочка Миколайчук. То есть... С украинскими корнями. Да, ну конкретно украинка, если быть уже абсолютно точным. Третий сюжет, конечно же, я бы отдала CNN, но он был очень узкопрофильный, он был сделал профессионально, это было прямое включение, и человек все четко-четко говорил. Ну и четвертый сюжет, и последнее место почетное, это, конечно, CNN, любование две с лишним минуты девочки, потом непонятно что, там какие-то два вкрапления, все. Владимир, вы согласны? Абсолютно.